Всем хай! Каждый день в социальных сетях мы видим кучу рекламы, косметики, одежды, всяких очень нужных и ненужных штук. Будь то просто стильный образ на девушке или рекомендация любимого блогера. Все это очень красиво и замечательно, но не всегда продукты, которые очень круто выглядят на картинке, оказываются реально классными и стоящими своих денег. Из своего опыта скажу, что у меня есть он как положительный, так и негативный во время покупок косметики или чего-то там еще по рекламе. Как вариант? Положительный опыт. Словерноуз. Овер-расхайплена. Кажется, что тебе не нужно, но тебе нужно. В итоге я купила и потратила очень много денег. Как же так мне прислали блогерскую рассылку и мне понравилось? Уважаемо. Также у меня есть не самый положительный опыт в оверхайпленных также продуктах и, например, здесь у нас Dior или Clinique. Почему не понравился, например, тот же самый Dior, который, кажется, любят все вокруг и у каждого визажиста, оно находится в подборке? Ну, просто потому что это хайлайтер, который стоит невероятное количество денег, а результат у него, ну, не скажу, что стоит своих денег. Но, опять-таки, это мое мнение. Если мне не подошло, не значит, что не подойдет вам. Как ровно наоборот. Если мне подошло, не значит, что подойдет вам. Ну, а помада Clinique, которая обещает идеальный оттенок губ, который будет его усложнять и уходить у кого-то в розовый пигмент, у кого-то в красный, у кого-то в оранжевый. У меня уходит в какой-то вишневый и выглядит это достаточно просто. Ну, короче говоря, мне просто не нравится. Но, опять-таки, по дороговизне дорого. В общем, я попросила Каролину сказать самую хайповую косметику, чья реклама реально мотивирует купить продукты, чтобы проверить, реально ли она так хороша или не стоит своих денег. Здорово! Сегодня буду собирать лисе косметику от блогеров. Но тут в пакете есть и продукты, которыми блогеры пользуются в повседневной жизни. В общем, я предлагаю начать видео. Ах, да. Лайк, подписка. И первый продукт — это тональное средство. Здесь мне было достаточно сложно найти именно продукт, который рекламировался блогером. Но я знаю очень многих людей, которые следят за любимыми инфлюенсерами и покупают то, что они носят или чем они красятся. Так что мой взгляд пал на интервью Вали Карнавал для ВОК, где она показала вот этот вот тональник, в котором, по ее словам, она пользуется каждый день. Ладно, давайте разберемся, что это такое потом. Я, кстати, старалась заказать продукт, который ты реально не кололила. Да. Ты, у тебя это получилось. Но тональное средство нам нужно чем-то наносить, поэтому я выбрала тональник от двух бьюти-блогеров. Начинаем с тонального крема. У меня тональный крем от бренда, который называется Too Cool For School. Единственное, что я о нем знаю, это то, что его очень хорошо активно в Корее пиарят Джо Айдл, а если точнее Сайон. И наносить этот тональный крем я буду вот такими вот двумя спонжиками от коллаборации Гел Моа и Наталины Моа. Тестировать будем и того, и другого. Справедливости ради, я даже не знаю, от кого конкретно этот тональный крем, потому что, ну, вряд ли, что это блогерский продукт. Это блогерский продукт? Нет, да, использовала одна девочка, которая красилась на лоб. Сайон? Нет. Да блин. Это русская блогерская. А, ничего себе, ладно, интересно, проверим. Внутри, короче, есть два вот таких вот раздела. Это, понимаю, это хайлайтер. А это, ооо, это консилер. Это, кстати говоря, очень интересно. Давайте начнем с консилера. Кстати говоря, еще здесь есть зеркало, это тоже очень удобно. Давайте возьмем этот маленький спонж и нанесем при его помощи. Вот здесь вот поплотнее консилер. Слушай, спонжик очень удобный. Он прям вот то, что нужно. Он очень идеальный по размеру. Например, вот реально удобно нос консилерить. Вот этот микро-спонж, я еще знакома с ним всего лишь одну минуту, но я его уже люблю, вы понимаете? Это называется любовь с первого взгляда. Готовы ставить эмоционально? Нет, да я закончу хотя бы тон наносить, подожди. Вы знаете, когда я достала тональник, здесь прям вот такая вот ситуация произошла. Уж очень много продукта вышло. То есть здесь, получается, нет никакого ограничителя. И даже если вот так вот посмотреть, его реально там нет. Просто какая-то огромная дыра с кучей тона. Окей, допустим, может быть, это правда крутой тон наносим. Что пока могу сказать по цвету? Он реально суперсветлый. Пока что он не середня окисляется, но это пока. Повседневный вариант, по-моему, он супер. Важный момент. Все то, что я вам буду говорить про косметику, это, ну, очевидно, что-то мое мнение. Я его никого не навязываю, бла-бла-бла. И все еще все то, что понравилось мне, может не понравиться вам. То, что подошло мне, может не подойти вам. И то, что подошло вам, может не подойти мне. И это не значит, что я хорошая, вы плохие. Или вы хорошая, я плохая. Это говорит только о том, что у всех разные предпочтения и разные ожидания. Ну, и по-разному на каждом лице косметика лежит. А что могу сказать по поводу этого тона? Он ничего не перекрыл. Типа, вот какие-то мои пигментные пятна. Вот даже какие-то там проступающие венки. Он очень хорошо выровнял тон кожи. То есть кожа действительно стала светлее. Но при этом он ничего не перекрыл. И для меня этот продукт, ну, наверное, если у тебя вот прям, знаете, на миллиард идеалов идеальное лицо, тогда да. Но in question. К спонжику при этом я вопросов никаких не имею. Мне он понравился, особенно вот этот маленький, безумно удобная вещь. Так важно. Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами анонсом о выходе новой, кроссплатформенной MMORPG, которая называется Grand Saga. Это эпическое фэнтези о Ордене Рыцарей. Красочная графика с захватывающим сюжетом и персонажами в аниме и стилистике. Все, как мы любим. На официальной странице проекта уже анонсировали героев и их стихии. И вот, например, Огненный Мечный Класс. Он мечтает совершить поистине рыцарский подвиг. Или Сериада. Это маг, который управляет водой. Она присоединилась к отряду, чтобы раскрыть тайны о своем прошлом. А еще очень много новых других игровых персонажей ждут вас с выходом Grand Saga. Ах да, никакой гачи для того, чтобы их получить. Все герои доступны сразу. Система крутых тут только для оружия и для артефактов. Вы можете кастомизировать ваших трех персонажей в отряде, придумывать им интересные билды и врываться в ПВП-контент. Ну а если вы больше любите ПВЕ, то вас ждет открытый фантазийный мир, который можно и нужно исследовать с друзьями, погружаясь в сюжеты, в лорные квесты. Как основных, так и второстепенных персонажей. А еще отличной фишкой Grand Saga являются внимание и щедрые подарки. Очень много круток и очень много ресурсов. Плюс сейчас проходит пререгистрация. И уже там можно забрать прямо сейчас гарантированное вознаграждение. А еще, чем больше будущих игроков соберется, тем больше подарков будет выдано на старте. Так что регистрируйтесь сами и кидайте инвайты вашим друзьям, чтобы получать бонусы вместе. Ах да, промокоды уже выдают тем, кто перешел на страницу игры. Ссылочку на регистрацию в Grand Saga я оставляю вам в описании. В общем, мы приняли решение, что Лиса будет оценивать продукты по шкале от 1 до 10, но сколько продуктов 13? От 1 до 13. Она может только один раз сказать свою оценку. То есть, если она выбрала 5, значит, она не может подвинуть продукт на 10 или на 1 место. Поэтому я предлагаю поставить Лисе оценки на каждый продукт, который она использует сегодня. Контент, который мы заслужили. Тональное средство. Что ты скажешь по этому счету? Это очень тяжело, потому что мы только в процессе начинания макияжа, и я вообще не понимаю, что куда ставить. Какой крэш. О, Господи, какой кринж. Этот стол одела сама. Нельзя что-то ждать человека за его стол. Правильно я понимаю, что 13 у нас самое одно, а 1 это самый верх. Да. Тональник и спонжинку. Та-дам! Вот эти спонжики. Ну, я поставлю их на тройку. Они, правда, очень хороши с собой. Вау. Особенно маленькие. Я бы даже сделала его вот так. Следующим у нас пойдет контуринг от Дарьи Абрамовской. Честно говоря, я не очень хорошо знакома с блогером, с ее рекламной компанией, но отзывы на этот продукт впечатляющие. Контурный стик от блогера Даши Абрамовской в коллаборации с брендом, который называется Нинель. Наношу я так, как я наношу контуринг. Ну, всегда ничего нового, ничего удивительного. Сюда, 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 сюда. Ну, что я могу сказать сразу? Во-первых, этого контуринга достаточно много. То есть, как вы можете обратить внимание, он действительно яркий. Но, возможно, у меня настолько полупрозрачный слой этого тональника, что действительно даже контурирующий продукт кажется ярким. Что, разумеется, само собой неплохо, просто я что-то как-то не ожидала. Я думала, что он будет менее пигментированный, а он меня приятно удивил. А что по ценам на продукты? Ты думаешь, сколько стоит Динамик? Тысяча полторы-две стоил. Трэш. Слушай, ну, мне кажется, каждый спонж что-то типа в районе 600-900 рублей. Что ты моё? Да нет, не может быть. Да не может быть. Он не может стоить 150 рублей. Ты чё? Да я не верю. Это, скорее всего, не оригинал. Мог бы был на первое место поставить за 150 рублей. Жесть, серьёзно. Это, ну, типа... Короче, ладно, вы поняли. Ну, или не поняли. Понимаете. Допустим. Контринг, я думаю, что стоит в районе 1000 рублей. 600. Отличный контуринг. За свои деньги в троне отличный контуринг. Ставлю ему лайк максимальный. Я даже не знаю, для чего докопаться, если честно, но мне бы хотелось. Но я не могу, поэтому надо понять, на какое место его ставить. Я бы поставила место на шестое. Центр всего вот этого вот безобразия. Он абсолютно норм, этот продукт. Просто, я не знаю, я не могу сказать, что он произвел на меня мега-вау-эффект, или что он мне мега-не понравился. Он реально хороший продукт, которым, ну, очевидно, я буду пользоваться, и пользую вот раз, у меня был, но я просто не обращала внимания на то, чем я пользовалась. Это мой стиль. Это тоже не блогерский продукт, но его порекомендовала для макияжа Дилара в одном из своих видео. У нее всегда очень матовая кожа, так что посмотрим, как справится косметика, которую она рекомендует. И спойлер, с ней возникли некоторые проблемы. Не, но упакована, конечно, очень славно. Это прям круто. И вот такой вот, получается, рефил пудры был внутри. Допустим. Очень странная система. Ну, вот так вот выглядит. Здесь 6 грамм, это дофига. Я думаю, что рублей 900-1200. Да, емано, почему я не угадываю? В общем, короче, берем мы с вами этот рефил, наносим на кисть. А у меня на самом деле вот с такой вот текстурой пудры уже был один раз кринж. Я собиралась, причем, на фестиваль, это, по-моему, даже был геншин фестиваль или что-то в этом роде. Я собираюсь, и я открываю из рассылки новую пудру, которая до этого не пользовалась. И она была именно вот такая. Как и только у меня получилось вот такое вот лицо, мне пришлось переделать макияж, благо, что я сильно заранее стала этим пользоваться. Поэтому очень часто бывает проблема вот такой вот белой матирующей пудры, что когда включается свет, или когда вас фоткают на вспышку, у вас просто лицо становится вот таким. И я даже в комментариях в моем телеграм-канале, когда их читала, офигела от того, как много людей с этим сталкиваются. Поэтому мы с вами сейчас не просто пудру нанесем, но мы еще и проверку на вот это вот цветоотражание сделаем. И если она бликует, я буду очень зла. Там, кстати, на сайте не написано, что это рефил. Да ладно? Вот она выглядит так на картинке и в отзывах тоже так. Что? Ну здесь не написано, что это типа рефил, она просто стоит дешевле. И тут написано прозрачный, а тут бежевый. То есть, типа, я думала, что просто бежевый дороже, чем прозрачный. Но вообще, на самом деле, они вот в заблуждении тем, что у них, ну, объективно говоря, упаковка отличается от того, что ты получаешь как потребитель в конечном итоге. Это очень странно. Здесь не день написано, что это рефил. Короче, пока я жду бейкинг, я хочу с вами поделиться одной новостью. Она достаточно для меня важная, поэтому я очень вас попрошу мне в этой новости помочь. Мы с моей подружкой, блогерша Молотова, я уверена, вы многие о ней знаете, создали свой телеграм-канал совместный, где мы рассказываем обо всех бьюти-новостях, рассказываем о бьюти-кринже, о том, какие салоны хорошие, какие салоны нехорошие, о реальных отзывах с косметикой. И мы создали такой абсолютно независимый паблик, куда абсолютно любой наш подписчик может прийти, написать свою историю и попросить или помощи, или рассказать о своей ситуации, или, короче говоря, в общем, я рекомендую вам туда зайти, потому что мы стараемся туда накидывать какие-то страшные посты с возможными последствиями, посты с отзывами, посты с приятными и неприятными инцидентами. И, конечно же, я очень хочу, чувствовали себя в безопасности и чувствовали, что если, например, с вами что-то случилось в каком-то салоне или в какой-то, не знаю, с каким-то продуктом, связанном в сфере бьюти, вообще в целом, вот в этой вот отрасли, вы чувствовали себя защищенными и что у вас есть какая-то поддержка и опора и что о вашей ситуации кто не промолчит и что вам помогут ее разрешить. В общем, для вас мы создали вот этот вот паблик, я вас очень сильно там жду, обязательно подписывайтесь, ну, а если не подпишетесь, то хотя бы просто перейдите по ссылочке и посмотрите, что мы там для вас подготовили. Что ж, момент истинный стал, время бейкинга вышло, смахиваем, а теперь мы с вами делаем вот эту, фотку на вспышку, внимание, поехали. И с моим лицом все абсолютно нормально, кроме того, что я тут очень странно выгляжу. Что с моим лицом? Настало время дать рейтинг этому продукту. Тяжело до него докопаться, но мне же нужно до чего-то докопаться, поэтому я думаю, что я поставлю этот продукт в 12 место, только за то, что когда ты его покупаешь, там непонятно, что-то покупаешь. И Каролина явно не ожидала притащить мне вот кусок, а я, честно говоря, справедливость ради не понимаю, как мне его хранить, потому что это реально пойдет в мусорку, ибо иначе вот так вот это хранить нереально, в моем случае, потому что у меня все хранится очень небережно. Та-дам! Присыпаем к бровям, и карандаш для бровей у нас от Илона Дрож. Вы 100% услышали про ее гель для бровей от Пуси, так что интересно, что представляет ее карандаш от бренда Мами. О, смотрите, какая милая щеточка. И вот он карандаш. Прочесываем бровь, вторую, и давайте попробуем все-таки этим добром что-то нарисовать. Меня реально суперсильно смущает, только то, что очень-очень тонкий грифель, мне кажется, он выпадет, но это мои субъективные ощущения. Блин, нет, это правда очень хорошо. Очень хорошо, не считая того, что не попались цветом, но тут как бы Каролину тяжело винить, потому что все-таки это не я даже сама себе подбирала. Оно реально супер-мега тонкое, и супер-мега рисует волосок. Но если бы тут еще и цвет попало, то это, наверное, был бы один из моих самых любимых новых продуктов для бровей. Очень хорошо. Я думаю, вы видите все сами, не вижу смысла даже тут вообще что-либо говорить, поэтому давайте просто пойдем и оценим этот продукт, ибо я от него, честно говоря, в шоке, причем в приятном. Но все-таки мне как-то морально тяжело будет отдавать ему сразу сходу первое место, потому что я не знаю, что будет дальше. Но пока я бы поставила его, наверное, на второе место, просто потому что я реально боюсь ставить кого-то на первое место. Слушай, мне кажется, он рублей 900 стоил. 826. Нифига. Гель для бровей у нас от Adelie Begley. Я знаю, что был очень большой скандал на фоне ее уходовой косметики, но вроде как он решился мирно. Кстати, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом покупки косметики от блогеров или покупки по рекламе. Понравилось вам, не понравилось, будет очень интересно почитать. Очень приятная упаковка. Прям вообще нереальная упаковка приятная. Здесь еще выбито. А что это за бренд? Я первый раз его вообще вижу. Это че? Это Adelie. Блин, ну упаковка была прям хайповая, посмотрим. Как ты думаешь, сколько она стоит? Скажем так, у меня сейчас происходит некий диссонанс, потому что... То есть, ну, я не знаю, возможно, мне, конечно, брак попался, потому что вот эта штука выглядит очень дорого. Ну, то есть, ты прямо берешь, и у тебя вайбы какого-то тяжелого люкса. А потом ты берешь вот эту вот упаковочку, я не знаю, МОБ мне реально попался брак, но это, конечно, очень странно. И вот здесь у вайбов вот этого вот супер-мега люкса нет. Ну, поэтому я думаю, что это где-то полторы тысячи. 600 рублей? Ну, 600 рублей нормально. Но весь бюджет, видимо, ушел вот сюда. Ну ладно, проверим, как это по качеству будет. Так что, подожди, там еще что-то было. А, дополнительная кисть. Кстати, вот это прикольно. Типа, ты можешь ее поменять. Они разные, да? Я же не сошла сама, они разные. Интересно. Вместо того, чтобы продукт был на кисточке, все просто находится вот здесь. И ты прям вытаскиваешь, и тут нет никакого вообще даже минимального ограничителя. Сейчас ради примера, чтобы вы просто наглядность понимали. Возьму просто первопопавшийся гель для бровей. У него более большая форма, само собой. Даже здесь, видите, он открывается со звуком чпоник. И вот на этой вот палке, ну, ничего нет. Я могу достать любой гель для бровей, и, как бы, ну, такой проблемы не будет. Ну, возможно, мне попался брак, но хорошо, тогда мы не будем оценить с точки зрения того, что здесь вот так. К сожалению, брак это, ну, без вариантов, короче. Что могу сказать по поводу этого продукта? Пока что, по ощущениям, он действительно хорошо укладывает брови, и, несмотря на то, что он просто весь в этой белой жвыже, он норм. То есть, он реально брови хорошо проклеивает, он хорошо их прокрашивает, и я прям вижу, вот каждый волосок, который я хотела уложить, он у меня в целом уложен. В этой ситуации с этим продуктом, правда, смущает только то, что наружная упаковка была очень крутой. Очевидно, какая-то бракованная была форму, у которой нет просто ограничителя. Ну, это in question. Поэтому, наверное, этот продукт я помещу в самый низ нашего рейтинга, потому что, несмотря на то, что на бровях он мне нравится, вот это вот очень специфично. Переходим к макияжу глаз. Это вот такая вот палетка от визажиста Not Cat Art. Бренд называется аналогично Not Cat Art. На самом деле, с этими палетками была очень интересная история, я не особо сильно в нее углублялась, потому что все, как обычно, прошло мимо меня. Хэштег независимое мнение, но мне, ссылку в качестве блогерского подарка. И просто, что я вам хочу сказать. Несмотря на то, что эта палетка очень многие хейтили, потому что она, типа, дорогая, типа, 2000 рублей стоит, тут я даже выскажусь, но просто посмотрите на ее состояние у меня. То есть, это та палетка, которой я действительно пользуюсь, поэтому я просто сделаю ей макияж, и я не буду даже ее оценивать, но мне хочется, чтобы на глаза нанести, чтобы было как база. Поэтому просто хочу сказать, что вот эти палетки мне реально понравились, особенно нюдовая. Но я не в контексте того, какие были с ней проблемы, потому что я пыталась разобраться, в итоге, как обычно, ни хрена не поняла, я такая, ладно. Дальше тушь. На самом деле, большинство блогеров либо рекламируют тушь Кабарет, либо пользуются ее по вседневной жизни из того, что я нашла, там, в Телеграме, где еще угодно. Но для проверки я подобрала именно коллаборацию с известным блогером и визажистом. Легендарная тушь Vivienne Sabo Kabaret, но не простая, а в коллаборации, и даже не со мной, хотя у меня тоже была коллаборация, а в коллаборации с Гуаар. И тушь эта называется Латекс. Отзывы на нее потрясающие. Так, давайте же посмотрим, вообще отличается эта тушь от стандартной Кабаре или не отличается. Я знаю, что тушь Кабаре считается самой популярной тушью в России. У нее какое-то вообще легендарное количество продаж чуть ли не в секунду. Мне Кабаре очень нравится, не нравилось бы, я бы не делала с ними тоже коллаборация. Все с этой тушью хорошо. Продукт, который, мне кажется, есть у каждого, что я не знаю, куда ее запихнуть. Ну и куда мне запихнуть? Ну нет, а вдруг там будут какие-то вообще реально крутые вещи, которые нужно сказать, что они на первое место пойдут. Следующий продукт это румяна или тинтер. Вообще этот продукт я нашла в одном из роликов Яяна, это блогер, но потом, как оказалось, это не просто ее рекомендация, а блогерский продукт. Был вот такой вот вкладыш и вот такая вот коробочка. Кстати говоря, коробочка мне очень нравится, потому что, ну, она достаточно простая, но здесь очень интересно наклеен вот такой вот стикер, который глянцевый и, честно говоря, я такую упаковку первый раз вижу. Выглядит круто. Используем тинтер от Лены Крыгиной. Единственное, что, видимо, она была под давлением, поэтому я только его открыла и из него просто потекло огромное количество продукта. Цвет какой-то безумно приятный. Вообще, на самом деле, было большим упущением не использовать этот продукт раньше, потому что, ну, классно наносится. Мне нравится, что я нанесла просто уже целый килограмм и продолжаю его наслаивать этого продукта, а становится все только краше и краше. И растушевывается он легко-легко, даже на бейкинг. Ну, это совсем, конечно, тупость было делать, но что поделать? Тут и не такое бывает. Кстати говоря, я всегда наношу капельку румяна на лоб. Знаете, для чего? Чтобы, когда вы с вами делали полноценный образ, у нас как будто бы все в одной куче было, скажем так. Да, неприятно, но что поделать? На удивление, я мега довольна. Единственное, что я вся просто угваздалась этим продуктом, не считая этого нюанса. Все ок. Четвертое место вот из всех тех, что я тут вижу, это прям вот оно. Тебе порекомендовала это Яна? Я думала, это Елена Крыгина мне порекомендовала. Елена Крыгина это одна из самых первых топов бьюти-блогеров наших. Я училась по ее видеокрасить и покупала косметику, когда я в универе училась. У нас, типа, весь курс, девчонки, которые увлекались макияжем, смотрели все Крыгину и потом ходили в магазины, типа там в Мак, потому что она очень хвалила Мак, и покупали прям по ее лайфхакам какую-то косметику. И там еще прикол в том, что было, что если ты приходишь в Мак, ну так было, по крайней мере, в Москве, и говоришь, я уже раз косметика Елены Крыгиной, то они тебе сразу его давали, потому что они знали позиции, которые все девочки спрашивают. Офигеть. Хайлайтер. Это не рекомендация блогера или его продукт. Меня именно засыпила обложка этого карандаша, потому что на ней изображено то самое сияние из азиатских роликов, в котором мы все стремимся, но не знаем, как его сделать. Ну, а раз карандаш предполагает такой результат, то я повелась на рекламу. Увы, в этом и смысл этого ролика. Что будет, если покупать по картинке? Честно говоря, никогда не видела этот бренд. Ну, нанесу его, очевидно, на нижнее веко. И если честно, прикол мне непонятен, потому что практически полупрозрачный продукт, который, да, где-то он есть, но я не могу сказать, что он выдает хотя бы, ну, ок эффект. Поэтому, наверное, вот этот продукт у меня уходит на самое последнее место. Я что-то... Ну, я просто его не понимаю. А, подожди, у меня уже был. Черт, я не могу его поменять? Нет. А почему это пространство ты оставила пустым? Я боюсь. Кто это посоветовал тебе? Рил сики. Понятно. Очень странная штука. Если вы хотите посмотреть, как выглядят вот эти вот настоящие сияшки, которыми пользуются азиатки только без фильтров в реальной жизни, то я вам это покажу, но не покажу. Это чье? Я не могу поделиться инсайдом, потому что я знаю. Нет, я не могу поделиться инсайдом, она ничего не знает, не верит ей. Вы как бы извините, пожалуйста. Вот оно. Взяла и намазала просто огромным слоем. Вот чем они пользуются. Йоу, маё. Да-да, и никакого фотошопа не надо, пожалуйста. Вот оно, в жизни. Прямо такое. Но к этому блогерскому продукту мы еще вернемся, но не сегодня. Так говорится, акидс это пафосно. Алды прослезились. Короче, я стерла этот блогерский продукт, чтобы он не отвлекал. На самом деле, посмотреть именно продукты для губ неинтереснее всего, потому что у них у всех офигенная маркинговая компания. Начнем с карандаша от Гуар. Блин, я их не пробовала. Я не очень много раз слышала об этой косметике. Я видела ее в золотом яблоке. Но, честно говоря, я не пробовала, потому что стоит достаточно дорого, вроде 2 или 2,5 тысячи за вот такой вот карандашик для губ от Гуар. Ну, вот заодно и проверим. Nextation, не шибуя, губы от Гуар. Вообще, то, что я хочу сказать, посмотрю, это как будто с моих губ сделали. Да, кстати. Это цвет моих губ. Я первый раз вижу карандаш цвета моих губ, ребят, это карандаш цвета моих губ. Охренеть, Гуар, ты че? Она взяла мои губы и сделала с них карандаш. Получается, межевая роза. Не, ну, знаете, мне кажется, новый любимый карандаш, потому что это цвет моих губ. Да, это реально цвет моих губ. Ну, первое место на свободное и Рязань тоже. Свободное. Вот, это пойдет на первое место 100%. Ну, это цвет моих губ, извините. А что касается карандаша, он цвета моих губ. Если бы не цвет моих губ, я бы, ну, типа, куда-нибудь вот там, на семерку, на восьмерку бы поставила, потому что он обычный, то есть, я не могу сказать, что у него какая-то новая формула или что, я не знаю, сейчас накрасила губы в каком-то невероятном восторге, я в восторге только от цвета моих губ. Но все остальное мега базовое, я в принципе понимаю, почему люди не понимают, за что такие деньги, потому что карандашик самый обычный, но цвет крутой. Ты хочешь сказать что-нибудь еще? Погадай. Давай поставим его на второе место. Если бы я не заняла бы второе место, я бы поставила ему второе сейчас место. Я бы вообще по-другому все переставила, потому что, ну, карандаш, цвет моих губ. И последние два блогерских продукта, это блески для губ. Говоря, очень приятная тактильная упаковочка. Она, видимо, с софтачем. Это очень круто. Теперь и сам продукт. По красоте красивую, ничего не скажу. Первое впечатление супер. Итак, у нас есть два продукта. Хайповые. Помада номер один, которую видели все. И отечественный бренд Glow Me. Ну, начнем, наверное, с Highly Beaver Road. Что я могу вам про нем просто рассказать? Эта штука липкая. И она везде в отзывах, в принципе, пишется, что липкая. Ситуация. Ощущается на губах, как вазелин. Вот если вы когда-нибудь пользовались корейским вазелином, или не корейским, но, по крайней мере, он очень популярен в Корее. Ну, там блеск для губ вазелин. Он так и называется. Это название бренда вазелин. Короче говоря, похож по консистенции на вазелин. Ну, данный продукт, я знаю, что продают в некоторых магазинах по 9000. За 9000 точно это не нужно покупать. Вот прям 100% оно того не стоит. Но если вы супер-мега-сильный фанат, то стоит, но в основных случаях нет. Краймер прозрачная штука меня не впечатлила. Восьмое место. А еще, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, как так получилось, что у нас остался один продукт на два места? Три-три. Ну, а теперь у нас свой истинный легендарный продукт Glow Me. Возможно, вы первый раз про этот бренд слышите, потому что я о нем узнала совсем недавно. Но тут должна быть небольшая предыстория. Это блогерский бренд. Создала его девушка, которая зовут Оля. Этот блеск зашел, потому что она делает ему очень крутую рекламу. И ее видео, я думаю, что многие видели, потому что она прям классно обо всем рассказывает. У ее рассказа продукт это прям мега крутой. По отзывам он тоже мега крутой. Я ее вижу первый раз, но все говорят, что это прям что-то на невероятном. И я надеюсь, что он будет именно таким. Во-первых, мнение. Прикольно. Пока не балл. Мне нравится этот продукт. Мне не очень нравится этот цвет. Но цветов там дофига, поэтому тут какой купили, так и купили. Я ничего не скажу. Хотя цвет неплохой. Просто он уходит в розовый, а я розовый не люблю. Я люблю, когда уходит в оранжевый, но это исключительно как бы мои предпочтения. Что могу сказать? Текстура действительно необычная. Я вот пытаюсь понять, на что это похоже из того, чем я пользовалась, но я как-то не могу выбрать, на что это похоже. Поэтому для меня лично, для меня лично, это что-то новое. Плюс это, насколько я знаю, тоже позиционирует себя именно как уходовое масло, а не просто какой-то блеск для губ. Поэтому, по идее, он еще выхаживает за губами. Цвет реально прикольный, хоть и не мое. Я, короче, купила его за 600 рублей, но я посмотрела, его уже нет в наличии. И там остались только по косарю. Ну, не знаю, я ожидала, что это по оптике. А ты можешь попробовать его? Может быть, на тебе он больше понравится? Понимаешь, у меня сейчас немножко такой диссонанс, потому что я не могу сказать, что мне продукт не нравится. Но как раз таки, потому что я о нем слишком много слышала, тут ты реально знаешь, ну, как будто бы немножко завышаешь свои ожидания, но в целом он крутой. На тебя лучше смотрится этот цвет. За 600 рублей я бы купила, за 1000 нет. Я бы, кстати, купила даже за 2000 такой продукт. Да? А если бы мы с другого оттенка просто? Короче говоря, продукт реально объективно мне лично класс. Но из-за того, что у нас остались только первые места, восьмое и девятое, я поставлю его на первое место, потому что, ну, он реально повошел в число топ-3 100%. Поэтому, ну, ставлю ему лайк, но мне интересно будет послушать ваше мнение об этом продукте, как и о всех остальных продуктах, которые я вам показала. Реально очень интересно. Что ж, всем спасибо за просмотр. Смотрите мои другие видео. В общем, чем больше рыб или монет ты удержишь ключица, тем ты более считаешься худым. Ну, сдирает кожу, разжает ее в надежде на то, что новая кожа, когда восстановится, будет более гладкая, нежная и светлая. Уже долгие годы косметология и пластика неотъемлемая часть жизни. Эта сфера развивается и вместе с ее развитием появляется очень много сомнительных и экспериментальных услуг. Субтитры создавал DimaTorzok